Эра это 120? Да, да, да. 120 это как раз вот Эро. Сигфол говорит, ура, ура, вернулся из отчего дома в Сибири в нормальный часовой пояс. Могу смотреть Майкера. Добро пожаловать. У нас сегодня уже отыграл успешно Фогич, и его матч против 120 будет уже завтра, в 2 часа начала. Это полуфинал. Завтра, собственно, будет и второй полуфинал между фокусом и победителем этой вот парой. Это последний четвертьфинальный матч на сегодня. Дальше мы пойдем с вами поиграем чуть-чуть совсем в XCOM, часик только. Но там даже часик будет жестким, потому что там такие миссии идут у меня. Ну а сегодня вечером я в плане стримов буду отдыхать. Будем общаться с нашей командой разработки. Давно не встречались. Назрело желание. Ну и там кто-то болел, кто-то уехал. Сейчас все вроде могут, и погода все еще хорошая. И Лавлиет, и Сок ставят экспант. Причем, видите, Сок это делает на нестандартном месте. Такой экспант будет проще защищать, на мой взгляд. И он должен получить был больше экспы. На самом деле нет. По экспе одинаково. Даже меньше получается на той точке, что странно. Пошла разведка. Да, Кипр побежал. Но нычка альфийская, она в любом случае отменяется. Было бы желание у Сока это сделать. Прибегает на рабов, а в это время должна отменяться база эльфа. Нам не показывают эльфийскую базу. Достраивается хумановская, бегут ополченцы. Ну, конечно. И недоконтраливает еще, сейчас можно арчу потерять. Да, тоже согласен. То есть, понимаете, когда вы ставите таким макаром экспант, вы просто отдаете его судьбу. Его судьба зависит от действий хумана. То есть, не от того, какой вы молодец, не от ваших действий. То есть, ничего не мешает вообще хуману прийти в тупую, через атаку, мимо кипера, мимо арчей, и отменить этот эксп. Все-таки. Да, будут потери, но они не сопоставимы с тем, что экспант бы добыл. Не будь он отменен. Поэтому верно замечает комментатор, что Фоги действует грамотнее в этом плане. Он ставит эксп более медленно, но сразу на базе у себя, для того, чтобы его было гораздо сложнее отменить. Минус... Это бы не было динаи здесь. Здесь вообще сложно динаить, на самом деле, когда у тебя есть интенгл, есть 4 арчи, есть кипер. То есть, суммарное количество урона здесь раза в два выше, просто чем то, что у тебя. Ну и сейчас, конечно, вся инициатива в руках Сока. Да, он не может нормально сталкиваться с эльфом, ну, из-за интенгла, но в целом, экономически он очень сильно впереди. Выкупает троллей. О, это может помочь ему, если тролли здесь уйдут вообще. О, там нага! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Оооо, это какой Стивен Мёркс! Это все, это минус 2 тролля! Если бы он еще успел второго прикопать. Он успеет прикопать. Это просто... Ну, реально, это такие деньги сумасшедшие. Тролли стоят больше, чем постройка базы. То есть, один там 195, кажется, другой 245. Это... Дикий дебаф на эльфа. Ну, опять же, тут вообще расовых тем нет. Тут... Ла Лайт просто платит за свои действия. То есть, тут не скажешь, что... О боже, хуманы МБА, сделайте что-нибудь с архимагом или футменами. То есть, пф... Какие вопросы? Просто правильные разведки и грамотные действия. Второй раз отменяет базу. Вообще, эльф... Эльфа очень странная. Дефенс уже есть. У-у-у. Да нет, в данный момент и виспы вряд ли бы пригодились. А вот сейчас, да. Прикапывают второго. Отменят. Да, может быть... Нет, он прав, он прав. Все-таки надо было здесь виспов диспелить. Чтобы просто Архмаг не вызвал второго элементали Все Сейчас задача это сделать тайминговый пуш стандартный И учитывая экономическую ситуацию эльфа Дважды отмененный экспант, попытка построить его в третий раз Что он будет очень поздно, он не успеет, скорее всего, к пушу окупиться Ну и плюс еще потеря троллей Где-то минус еще где-то 45 секунд добычи Ну то есть они суммарно стоят как раз где-то 450 голды, эти два тролля Я не беру лес Если что, ну как бы привязаны к золоту Главным образом Лес, если выстраиваешь дефолтное количество, тебе хватает Ну там 8-9 испов Вот, а золото это такое исчисляемое, можно сказать То есть вы в минуту добываете 600 золотых Если вы теряете юнитов, которые стоят 450 голды Считайте тот пуш, который придет на вас, он придет раньше, на 45 секунд, грубо говоря Если вы трижды отменяете свою базу строящуюся Это где-то, ну еще, не знаю, минута игровая Короче, сокол Сокол доминирует в этой игре Его незримое присутствие С руиной Отмена базы трижды все-таки Ценой панды, правда, но Да, на третье отмены Ну и в четвертый раз восстанавливает базу Сколько времени прошло, представляете, сколько хумановская база работает Опять же, если был бы доступ в игры, мы бы втыкнули на шахту и сказали бы О, он заработал там 3,5 косаря За это время То есть эльф не добывал и потратил на попытки построить базу А в это время хуман Все, сейчас будет выход из лимита Он подтянулся на лимит 50 Сапплай блок просто У него две фермы достраивались экспресс-методом А стоит того, у нас уже 4,3, а панда один Ну, я думаю, что да, стоит То есть ты можешь попытаться заменить войска недостатком опыта героев Ну, то есть будет там плюс 30 лимита, например, да? У Сока, когда он будет атаковать И, ну, и Нага не сможет компенсировать эту разницу Скорее всего, не сможет Видимо, танки сильно занерфили Почему КТГ Наги делает 2 мусор хуман? Танки занерфили по лимиту Теперь они занимают 4 лимита Во-вторых, за них дают раза в полтора уже больше экспы, чем раньше И все А, ну и поубирали еще карты типа ТСа Знаешь где? Ну, или ТМа, например Такие более-менее большие макрокарты Но вообще у хумана есть на Т3 хорошие вещи Все еще У тебя есть Картечь У тебя есть конь У тебя есть паладин У тебя есть стаф Кони стали круче Картечь стала, скажем так, универсальней Немножечко, потому что она наносит сейчас еще Урон по средней броне, если я правильно помню Тогда инвизмортирки в бой Я думаю, что можно удивить разок инвизмортирками 50 лимита у эльфа Он пытается подкачать панды Форки, кстати, надо сделать И вот ситуация здесь не очень хорошая Для хумана, потому что Ну, ему здесь нельзя сражаться Лимита 62 на 50 Я, если честно, удивлен такой серьезной разницей Видимо, все-таки было проинвестировано больше значительно ресурсов в эти атаки Грейды вроде не выдающиеся один грейд на атаку брейкеров Ну, рифлов еще единичка должна быть Он еще на вышке Вот я не понимаю, зачем в данной стадии добавлять, например, третью вышку Ты же атаковать должен сам Зачем, если ты постоянно отменяешь противнику базу Тебе жестить защитой Ты же сам выходишь из лимита У тебя армии больше А ты этой вышкой уменьшаешь количество армий потенциально своей Я не понимаю логику Сока Он уже смирился, что во время атаки проиграет, готовится к защите Да, это называется мыслить наперед Стратегическое мышление у товарища Согласен Скрелл забист на продажу Ну и затягивает, да, видите, он ждет все-таки третью панду, хочет с ней поиграть А ла лает, как видите, сидит на лимите 50, этому дает отличную возможность Мортира, капец, какая она смелая Знаете, еще вплотную бы подошла к этому голему И в упор выстрелила Максимальная наглость Но затягивать Соку нельзя, друзья Сейчас вот третий взял Лимит под 70 Но почему-то не 70, я не знаю, как так Выкидывает артефакты И забирает Да, блин, не помещается Что у Сока творится? Хватит Вард ставит, чтобы освободиться Ну возьми-то айтем Он не взял красный предмет Ну а здесь уже посидели на лимите 50 и уже 70 Слишком затянутая атака получается Как это удалось эльфу вообще после таких После такого донного старта Да, взял предмет Ну тыкни на архмага, да? Пайпа Ну понятно, что она ему не особо нужна, но Это не повод ее оставлять там на месте И в Т3 пошел Панда зевнула дыхание виспов Прям в кучу Ой, какая глупость Ой, от эльфа Ой, сейчас здесь так страдать будет Хотя феррики висят хорошо Патма криво стоит Оооо Там все пьяное, понимаете Минус Патма Это такой странный телепорт Не, ну Фоги играет гораздо грамотнее, чем сейчас лалает Просто эльф пришел, отдался На таком телепорте ненужном Надо же додуматься Телепортироваться В кучу под панду Ну сейчас у Сока, конечно Колоссальные уже преимущества Он, во-первых, продолжает спокойно осаду И Панда у него прокачана уже Все, сейчас бы дыхнуть, панда Хотя бы Отсюда достанешь уже Ну Какой слопок Сдул только двух виспов Минус шахта Минус 600 Еще брекер еле-еле пытается Ферриком можно добить было его Понятно Не хватает гипоса И спаладрят Но все равно Вот через этот узкий проход идти Это же зачем? Как? Зачем? Ну слева есть отличное место Или он боится, что Хуман передислоцируется туда Ну разделить хотя бы войска То есть тут оставить там стреляющих героев Ну чтобы они Ну не мешали друг другу Когда пойдут вперед Что неизменно Когда пойдет армия через этот лес Панда будет им там очень рада Винные пары, дыхание, до свидания Панда полная К пятому уйдет И этот экспант так обречен просто Он не сможет тут нормально никогда работать Прикапывают панду И что? Спокойное дыхание откидывается Ферриков постепенно вертолеты отстреливают Потому что гипосов нет Да Ну все, еще сейчас пара выстрелов в мортиру Смотрите, винные пары, дыхание Давай, нападай Мисс 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 Он сделал 7 ударов Все 7 ударов промазал Да потому что там 65% миссов Понимаете? Вполне реалистичное событие Может он думал, что Хуман не успеет отойти ТП отрежет Но это очень наивно так полагают Понимаете? Там на острие была только одна панда И Ладно бы ты делал телепорт Когда противник не видит здесь То есть ты где-нибудь что-нибудь отвлекаешь Ну бывает такое, что Ты делаешь незаметно телепорт Например, осаждаешь армию противника Не знаю как-то Но герой у тебя за пределами вижена делается И ты телепортируешься внезапно Как-то, я не знаю Редко такое случается Но противник же прямо здесь находится Он видит и шахту И дерево он видит Ему не нужно отвлекаться на базу для заказа Он все это делает дистанционно, естественно Ему не нужно там острая необходимость Куда-то в другое место смотреть Он здесь находился И надеяться на то, что человек такого уровня Прозевает там трехсекундный телепорт Такого не бывает То есть такое бывает, но вероятность крайне мала Он тратит ресурсного восстановления? Нет, шахта бесплатная Шахта бесплатная, но он теряет больше, просто не добывая Смотри, у него 60 лимита, там 80 ставится еще третья база На всякий случай сок сейчас просветил еще правый нижний угол экспант Ну, чтобы убедиться, что у эльфа это единственный источник дополнительной заработки Все, и раз так, вообще париться не надо Ты просто мешаешь противнику делать шахту Сам выстраиваешь Даже не обязательно выстраивать было третью базу, понимаете? Не обязательно это было делать Он и так х2 по ресурсам в плюс Кипером лес убрать Да, кипером лес убрать можно было Да ничего не мешало Стерепортироваться там и слева напасть Вроде как Хотя там долго обходить Не, наверное, кипером лес самая классная штука То есть ломиться через этот узкий очень сложно Еще Близзард сделать, переучиться Архмагу И будет вообще шикарно Близзард можно прерывать прикопкой Но козлу для этого придется выходить вперед Да и ты не контришь полностью прикопкой Близзард Как бы в любом случае он какое-то количество пока стоит Решил зачем-то посражаться сок в открытом поле Свиток нужно прораживать Свиток вошел Панда еле живая Телепорт Опять же, это могло быть сражение ни за что, ни вовремя абсолютно Архмаг еле уходит То есть Палыч третий Палыч, вспомню про Палыча Блин, вспомнил Уже почти 100 лимита у Хумана Нычка вся в вышках просто хрен пробьет 60 на 90 по лимиту Палыч вообще не выдерживает напряжения Нага на стафе уходит А вот сейчас надо идти уже в контратаку Причем не привязываться к этому экспанду Тем более, что он идет на точку, которая не закреплена Ла-ла, это можно выходить уже сейчас Он после того, как увидел третью базу И сейчас отступает красными войсками Понимает, что его сейчас прогонят до самого мейна И там его и убьют на этом мейне Ну, тут визуально уже 80 плюс Полная домина 100 из 100 у него лимит просто 100 лимита 100 лимита Ну, это прям до мейна провожает А, он проверяет у него базу справа А там нейтралы унижают Ла-лает забыл, что вы тут не закреплены Причем это его Ну, здесь он и выйдет, в общем-то Убивает Архмага как-то Как, 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 как Как Ну, дерево там можно всегда за ретаргатить Если дерево выживет Но не в этом дело Дело в том, что 50 лимита И медведи на криппинге отдаются Ай-яй-яй-яй-яй Такая боль Пятая панда Ну, это 1-0 В вертолетике все видит Даже умираю там немножечко Да Ну, даже несмотря на отмену Там четырехкратного экспанда В определенный момент у Ла-ла Это были Был сопоставимый лимит И чуть лучше героям То есть это давало ему шансы На нормальное сражение Но он степешился в кучу просто Под панду И посражался очень плохо Как следствие Все, сейчас мортирки Очень быстро Давай, приставим и потанкуем Давай, давай Как же решают арбы Три арбы Это фирменная тема Ла-лайта Он и потмо во многом берет Не ради там этой Не ради совы Не ради ауры Кому здесь аура, кроме двух героев А для того, чтобы получить героя Которому можно дать арбу Падает эксп 40 лимита Как же Ла-лай терпит Сапплай блок 40 на 10 Ну, против соточки Где-то 95 Конечно, мы паладина Опять подставляем Я не знаю, что он делает Зачем он так делает Просто Еще Я не понимаю, чем приз занимается У него полная мана У него есть уже инерфаер Скорее всего Да, у него есть инерфаер И он стоял, смотрел Как под прикопкой Паладина убивают первого Я думаю, это тупо зависть Прист гораздо более опытный Чем Палыч О, коня задиспейлил Ну, это точно личное У Приста Ну, не может человеку Который 400 маны И мастер Не делать диспейл Если он просто не Сейчас, правда, он поплатится Скорее всего Поплатится Очень хорошо работают герои с арбами Там так быстро с жизни улетают Причем пофиг, какое количество У тебя армора ГГ 1-0 Еще раз Арба Дает 53 урона Тебе дополнительного По одной цели Добавляется пятерочка К базовому урону И потом еще отнимается 40 52 47 48 48 Ну и плюс Арбы стакаются Как верно Сообщил комментатор То есть, если вы выдаете Разным героям И стреляете даже По одному юниту У вас эффект Складывается От яда И на мой взгляд Это Отличная особенность Механики Потому что, кажется У Дрятта Кажется Самая тема То есть, у них стакается Эффект от яда При стрельбе По одному юниту Кажется Ну и у Вивера Тоже стакается Паник, привет 68 poison damage С чего это вдруг Там же А, там видимо 7 7 по 8 Или 8 по 7 И плюс 5 Тема вроде проверяли Там 7-6 Ну раз в Виверн стакается Значит, 3 арбы На героях эльфа Действительно Просто механика Проходить Ну да Яд вроде как Везде стакается Нет Вот бы вернуть Времена Когда Хоманы брали 5 орб На нагу А я не помню Что 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 за мысль Там была Пальто говорит 10 урона Ну арбы Не верю Вот 9 урона 6 секунд 54-59 59 Окей, спасибо Они говорили 60 с чем-то А я говорил 53 60 с чем-то Контроверсия, я чувствую, но... Кастер, что имплевает, что игроков скилл более важен, чем рейс-чоуи? Да, и стратегии, и тайминги, и... что-то подобное. Первая арба давала плюс 10 урона с руки. Лимит не живет, а у Наги плюс 50 урона. Ага. Ну, я помню, это короткий промежуток времени был какой-то, но я не помню, что конкретно было. Понял. Треплёхи минус финт. Окей, Сок ведет 1-0, но, повторюсь, в этой серии гораздо больше интриги. Мне казалось, что Лалайт должен был умирать в прошлый раз гораздо раньше, учитывая многократную отмену и потерю троллей. Так что я ставлю скорее на 2-1, причем скорее в пользу Лалайта. Кейпер Арча. Архмак, погнали. Архмак, погнали. Архмак, погнали. Архмак, погнали. Архмак. Сорг. Молод�co badass Первый футмен стандартно отдается на Кипере. Если честно, я не знаю, в чем смысл этого фута. То есть потеря по мане идет на старте у Кипера небольшая. Но Кипер становится опытнее в результате. И, например, получает второй уровень без каких-либо проблем. Без дополнительных диспелов или еще чего-то. Вот реально, зачем? Если ты играешь в эксп, нафига ты делаешь такую вот разведку? Зачем? Сейчас бы козел прибежал сюда уже не вторым уровнем, а первым. Подставил еще под пурш сок своего элементаля. Добивает Элема козел, кажется. Поздно вызвал эндов, кстати. Эльф тоже накосячил мне это самое. Не взял сюда виспов заранее. У него висп был один справа. Он мог вполне усложнить еще жизнь. Кумуном. Там еще футмэна. Рядом есть... А, вот зачем. Это хорошая тема. Сейчас вторым бараком можно сыграть. Очень логичная тема на этой карте. Ну, потому что, во-первых, ты видишь, что экспант идет. Во-вторых, ты знаешь, что у тебя есть халявное лечение ночью. А ночью как раз идет самая большая активность. И... Ну, а протекторы надо проверять. Естественно. Даже если ты за орков не играешь. Видите, как... Да зачем? Зачем? Зачем ты делаешь это два? Зачем? Это же мертвый хуман в результате уже. Ну, два барака, протектор готов. Протектор, кстати, проверяют. Не добил! Хантреска добила! Хантреска, алло! Блин, Рема Дэма не заметил. Опс, заметил, он не заметил. Алло! Кипер сейчас к третьему придет. Архмаг второго уровня только. Е-мое. Да, он снайптит. Да. Пытается отбиться ополченцами. Протектор, протектор, покажите. Закопался, не закопался. Не закопался. Ну что такое? Закопался. Ну да. Не доконтраливает Лолайт, не доконтраливает Обс. Блин, ребята, ну не бесите меня, тут минус один рабочий. Можно подумать, типа, что протектор того не стоил, потому что протектор там за 200 голды, с 70 лес, или сколько там он стоит суммарно, вместе с виспом, не стоило жизни одного рабочего. Ну, во-первых, побегало 6-7, во-вторых, все-таки рабочий умер, в-третьих, сейчас дважды подумает сок ставить экспант или не ставить. Хотя уже сейчас, после того, как убил, наверное, и поставят. Короче, скорее всего, Ла Лайт не стал делать два барака, потому что подумал, что сок не будет ставить экспант. То есть на каких-то майн-геймс тут явная штука завязана. Потому что если там был спален Хантерс Холл, или раньше найден протектор, чем нужно было, то Олл-Ин ставится, ну, то есть он такой уже. Могло что-то произойти. Особенно если Хуман бы что-нибудь заметил, заподозрил, не стал бы ставить эксп, тыкнул бы Т2, у тебя два барака и козел, в общем, ничего приятного нет. Вот, но в результате получилось, как бы, как будто зря он не поставил второй барак. Догоняющий экспант. Ну, потому что сок в результате нычку влепил. Здесь могло быть уже 7 котов, понимаете? Вот здесь вот 7 котов, которые убивают все. Да, пандарийский второй. Она быстрее вносит конкретно в этом случае урон. Очень много можно рабочих наубивать. Ох, сейчас панда дыхнет. Панда, да, там минус 4 раба минимум. Можно было еще пятого раз затыкать. Пошли лорницы экспанты. Можно сказать, что Лолайт сыграл типа надежнее. То есть вот он исключил, он сделал вид, что, как бы, он угрожает, задержал появление экспанда и при этом исключил, уменьшил риски в случае, если улын не пройдет, так скажем. То есть имитация улын — это тоже тема. Ну вот. Но в альтернативной реальности сейчас сок пишет ГГ, он написал уже ГГ и ливнул, потому что его убили на экспе. Т1 эльф. Ну или даже на мэне, если тут протектор бы выжил благодаря более активной игре эльфа. То есть тут не скажешь. Много факторов надо учитывать, чтобы понять, насколько... Сколько мы видели матчей, да, где Хуман, ставя экспант, проигрывает двум бараком. Вообще. А если еще протектор стоит, то это совсем беда. Там такой ДПС, и по сравнению с Хантреской протектору убить гораздо сложнее. Казалось бы, здоровья столько же, но благодаря фортификейт и возможности подъесть чуть-чуть что, и виспы еще. Хантреск отдается в чистом поле. Давай еще Дриатку отдадим на Элементале на втором. Там дерево ждет, когда и Арчу теряет. Очень странно Ла Лай действует. Слушайте, я за соку буду болеть. Ну так мы быстрее в XCOM пойдем, во-первых. Во-вторых, играет Ла Лайт очень небрежно. Ну, Т3, Дриатки, и экспант надо поставить, о котором знает сок, но сделать с ним ничего не может. Вообще, он не замораливает. Видите, что он делает? Он подставляет кота, и даже без зазрения совести, даже без попытки что-то с этим сделать. Вот он его подставил и даже не подконтролил. Понимаете, такое небрежное отношение к юнитам у Ла Лайта, я не знаю. Если они тебе не нравятся, убивай их на нейтралах. Зачем ты противника кормишь? Может, он специально подкрепливает Архимага, чтобы больше получить XP на Элементалях? Тут должен быть определенный какой-то план. Минус телепорт. Не-не-не, не успеешь. Что вы делаете вообще? Это же... Любой Василий увидит, что ты не справишься. Что? Что? Вот такие моменты, понимаешь, подозревать начинаешь, что, может быть, это вообще 3-2-2. Что, может, кто-то не туда что-то поставил? Потому что такие детские ошибки уйдут. Да, вот поэтому и кормим Архимага, чтобы третьим отдался. Я не понимаю. Лалай тоже ждет побыстрее, к счету. Ну, сейчас уже после отдачи Архимага, у которого был телепорт. Понимаете, тут на такой стадии тебе нет смысла экономить телепорт. Это вещь, которая окупается за 15 секунд. С двух бас. А чтобы тебе третьего Архимага восстановить, хотя даже важнее не то, что ты потратишь на Архимага, а то, что ты время теряешь. Вот он его выкупил в таверне за уже очень хорошие деньги, которые больше, чем телепорт. Ну, потому что ты не крепишься, ты ничего не делаешь. И спрашивается, зачем рисковать-то? Даже если есть сомнения в такой ситуации, успеешь ты стелепортироваться или нет, это вопрос совсем других средств. Лалай даже кота спасти не может, а мы землю спасаем. Мы пытаемся, друзья, мы пытаемся. Рекомендую, если вы XCOM не перевариваете, все-таки прийтись после вот этих двух игр посмотреть полчасика, часик, у нас сейчас мясные миссии. В любой момент может игра закончиться. Там уже такие тиры, оружие, враги, дикие. Хорошее дыхание от панды. Залетают энте. Панда от дыхания до дыхания живет. Ну дыхни, ты дыхни, там битые все. Опс, покажи это. Ой, ё-моё, ну как так? Вы видите, что происходит? Тут косячат все. Человек, который мышкой управляет. И оба игрока. Шедер работает, леса по-прежнему нет, класс. Красный пытается собрать. Даже не столько красный, сколько одного товарища. Кирчик говорит, я думал, сегодня лучше закончить и пройти, но сегодня у меня крашнулся сейв, короче, прошел игру. Интересно, ты планируешь, конечно. Сторонний обозреватель не понимает в этих мясных миссиях что-то ничего, ладно, не понимаю. Да, в этом есть сложность, конечно, погружения в лот. Не в лот. А в... 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 Ворота Чоузен. Ворота Чоузен. Ворота Чоузен. Слышно. Ворота Чоузен. Ну, идет штамповка Т3, эльфийская, стандартная. Бладмейт четвертый. 63 лимита где-то настолько же. На 60. Вопрос к свиткам, на самом деле. Туршита Аура хорошая. Ополченцы вышли в атаку и передумали, назад пошли. Через карту бежали. Решил на экспант побежать. Мне кажется, там уже кассл тыкнут. То есть сок уже решил, что не будет работать. Все, архмаг с элементалем вперед. Это такой вообще молодец. Хуманы. И дриады тоже тормозят. Типа, они не верят своим глазам, что... Что тут колявный элементаль. Представляете, вы мудрый архмаг, который выбегает вперед всей армии, возглавляет ее перед рядами, вызывает элементали. Это просто... Это просто смех. Все, пуш пошел. Уэльф в хорошей позиции. Он может перехватывать, кроме всего прочего, подкрепку, который сзади подходит. Эти... Этот... Спеллбрейкер, например. Ой, кто влез, кто по дрова. Короче, медведи налево, феррики отдаются. Вешается неправильно. Сейчас феррика просто убьют в считанные секунды и рифлы. Оооо... Ошибка! Дыхание хорошее. Ну, я не знаю, что ферриков, например, над лесом не повесят. Слева, справа есть лес. Тут, пожалуйста, выбирай место. Козел немножко подставляется. Флеймстрайк. Ооо, горят медведи. Еще нейтралы прибегают! Ооо... Ооо... За кого нейтралы сейчас воюют? По хуману стреляют. Свиток лечения. Ооо, вызываем элементали, естественно. За диспель элементали! Четыре дряды скачут! Козы! Вы что вообще происходит? Либо это 3-2-2, либо оба вообще в мега некондиции. Фоги по сравнению с Ла Лайтом здесь просто... Просто батя. Вы видели? Просто четыре козы скачут. Три секунды. При свежевызванном втором элементале. Я не знаю. Есть ли свиток? Должен быть свиток, на самом деле. Могут зайти в магазин неподалеку. Феррик работает. Достроится ли... Свиток, свиток. Один успел сделать. Там Иннерфайр, кстати, уже. Флеймстрайк опять в кучу медведей. Но Феррике... Ой, четыре вышки достраиваются! Это такая жесть! Ну это 2-0 все-таки. Главное Архмага не отдать, потому что единственное, что спасет сейчас, это телепорт. Какой флеймстрайк? Куда ты его кидаешь? Господи! Залил всех рабов, ни по кому не попал. Там такое дыхание, все сгорает. Ой, телепорт. О, свитка не хватило! Пятая панда, до свидания. 1-1. Такой бред. Просто. Хавк и Фоги играют лучше, чем вот сейчас показывают нам Сока Лолайта. Топовые корейцы. Очень странная игра. То есть нетипичные ошибки и многочисленные ошибки. Ты боишься от... ...экспансии в центре, без мертвых? Панда, супер-сик. Супер-сик. Панда-левел очень хорошо. Илаер говорит, кто такие Сока Лолит и кто такие Хавк и Фоги? Действительно. Лолай, ты много со стримов получает? Нет смысла 3-2? Да нет, здесь 3-2-2 никакого. Здесь вряд ли... Ну, то есть это крайне маловероятно. Просто бывает такое, что ты совсем не в свою игру. Играешь. То есть не получается, ошибаешься, нетипичные вещи. Что должно быть определенное состояние для того, чтобы делать то, что задумано. Все-таки игра — это не прогулочка. Большое количество действий. Некоторые из них типовые, над некоторыми нужно думать, реагировать. Ну, большинство — это заточенные, конечно, действия, отработанные. Ну, всякое бывает. Может, он сильно не выспался, оба сильно не выспались. Может быть, праздновали вчера. Я не знаю. Честно. Но были такие ошибки, что... Из-за этой третьей катки, блин, мы в XCOM почти не поиграем. Эх вы. У Лолайта, кстати, видите, и по стату, и по... Ну да, если он умудрился даже первую игру так затянуть, несмотря на такое начало, которое бы... Ну, которое должно было Афтлус ему просто давать. Там фаст-экспо у тебя четыре раза базу отменяет. Посмотрим, что будет в третьей решающей. Продолжение турнира будет завтра в 2 часа и начнется с матча в Фоге против 120-го. Сейчас мы смотрим четвертый четвертьфинал. Победитель этого матча будет играть также завтра в полуфинале против Фокуса. Хорошо быть Хавком, можно и сливать, как Нубас, и катать, и Хэппи катать. В обоих случаях все будут рады Хошку. Да. По Пандосовна говорит, нужно землю спасать. Да, но на сегодня на вечер другие уже планы. Ну, я думаю, что минут 40, часик, может, мы поиграем. Вырвем. Что мы на таком моменте все закончили шикарнейшим. Гуф-момент, можно его так назвать. Гуф-момент. Странно, что сок, видимо, он пойдет ставить экспансию слева внизу. Гуф, привет. Фоги сэры сегодня будут... Не-не-не, это завтра полуфинала, завтра. Полуфинала, финала, завтра. Крепруты, конечно, мега странные То есть оба проверяют, кто крипит экспант У эльфа висит висп, он проверял Хуман сейчас пришел Да, и здесь, видимо, база будет То есть такой более, не знаю, сейфовый, не сейфовый Рахмак будет третий, естественно Рабочего отведи, но отведи рабочего Еле-еле просто На последних хитах, ненужный риск абсолютно И Ла Лайд, соответственно, не ставит базу Но я не вижу вообще ее Там, скорее всего, Т2 уже тыкнут Где-то на четверть При этом О, Нойз, мы с голосовым сообщением Ай, не устанай А-а-а Прости Сейчас сделаем Привет, Майкл Как дела? Там же сезон Тихо-тихо-тихо Там же сезон Еще разок, еще разок Давай, подойду Готовьтесь, громко будет С голосовым сообщением Привет, Майкл Привет Как дела? Отлично. Как настроение? Ну, я... Так, мы уже поболели, короче, за Фоги. Это самый главный матч на сегодня, он отлично отыграл, вообще не заставил за себя переживать. И сейчас досматриваем просто третью решающую игру между Соком и Лавлиетом, кто в полуфинал пойдет. А продолжение турнира будет завтра. Здесь у нас, как мы видим, Харас идет, Козел пытается что-то, нычка строится. В это время Архмаг тоже пытается под Мунвеллом убить Арчу. Козлик, возвращай, наверное, бутылку надо ему пропить все-таки. Не, не надо. Подэкономит. А, это не у него, это не тыкнули на Козла, это у... бутылка-то у Архмага. Хантерс Холл. Но тут у Ла-Ла это никакого Хараса особо не было, то есть сколько он там парочку максимум рабов убил на ХП у Сока. Арчи еле выживает. Уже Мунвеллы такие... Подбитый. И Арчи сейчас будет умирать. А где Кипер-то? Кипер подотстал. А, играет на Т3 у Ла-Ли-Ты. Во-первых, сейчас ему будет непросто отбиться от Хараса. Потому что Димка выйдет позже, что минус 2 Арчи. И у тебя одна база, при этом сейчас виспы могут какие-то поумирать во время грейда. Что делает Ла-Лайн вообще? Он тыкнул грейд на Т3 мега рано. Он хочет, видимо, пересануть с медведями с ранними. Но у него проблемы с лесом уже сейчас. Слева что строится? Лорница, видимо. Да-а-а, вот это попал он. И не диспелит виспох. И не сбил Лорница, забейте. Да, правильно говорит комментатор, что тут только... Он сам выбрал эту стратегию. Типа, давайте-ка мы поулейнем в Фаста-3. Вот сейчас сок может отбиться, просто добавив там по две вышки. Я не знаю, какой у него тайминг по... О, еще разок Лорница отменяет, забейте. Вот то, что было, например, в 2007-2008 году, просто повторяется. Ну, правда, тогда хуманы чаще с одной базой играли, а не без. Не успеет. А, успеет. Там интангл. Капец. Все, у Лолиты сейчас денег на одну лорницу, а ему придется... О, и он все, уже понял, что пуш не пройдет. Ставит экспант. Полностью просто передает всю игру в руки соку. Все зависит теперь только от него. Очень классно отыграл сок с одним архмагом, с правильными таймингами, с правильными атаками. Ну, наткнулся случайно, конечно, на эти две лорницы, но... У майкера флешбеки о том, как его хуманы в ладере побежали. Конечно, конечно. Если таймингово приходит, хуман отменяет тебе лорницы и пушит еще при этом с одной базой. Это почти автолуз. То есть ты же привязан к таймингу Риджума Медведя и так далее. А если лорницы отменяют, то... Арчи отдаются. Капец. Просто. И на халяву увидит. И сейчас еще нычку отменят. А там прикопки нет. Да какой сун? Там пустой по мане. Там 50 у него. Свиток надо продать за... Но почему он не продал свиток за нычку? Он мог же свиток продать за строящуюся базу. Совсем другая игра, конечно. Согласен. Да, футы отдаются на кипере под арбой. Это вообще дикий урон. Прикопка арба, еще деревья добавляют. А ты виви в Латвии? Да-да-да, это тот самый виви. Игрок за альянс олдскульный. Да ладно. Сейчас можно просто нычку отменить. Почему? А, не, потому что там прикопка уже есть. Сори. Я думал, что можно было архмагом двумя футменами эти 150 хитов доковырять. Ну, свиток опять же есть. У меня музыка из Бенни Хилла, когда Лав бежит за архмагом. Да, она подходит, конечно, под такие моменты. Ну, альфа, так или иначе, экспант стоит. 30 лимита на 50+. Скорее всего, уже 50+. Тут нет лимита, но он должен быть 50+. Ну, типа в дозаказе там. Добегание дозаказа. По времени должно быть уже чуть больше 50. Еще бы Обс нам тыкал куда-нибудь. Он наводит, но не тыкает. А, 46. Но на руках 900 голды. То есть потенциал у него был на такой лимит. Атаку нужно планировать соку. И затягивать нельзя из-за панды. Из-за панды из одного магазина. Мы уже проходили, когда смотрели игры Фогичу. Насколько решает качанный там тинкер слэш панды. Хотя там нет ни того, ни другого. И угроза не такая явная прям. Как же убивают, а? Телепортируйся. Никогда не понимал, зачем вот в подобные моменты тянуть. То есть мало того, что ты... Ну, выигрываешь ты эти 3-4 секунды. Все равно здесь не крипджек, не лето, товарищи. Но теряешь весь запас хп. И у тебя сразу появляется вопрос, а что делать с Архмагом? То есть ты сразу в атаку, например, пойти не можешь. Ну, крипиться надо, видимо, для того, чтобы или там реген покупать, или бутылку брать, не знаю. То есть у тебя появляется проблема, которой могло бы и не быть. И она появляется на более длительный срок. По сравнению с тем временем, которое ты, типа, выиграл. И уж тем более не стоило ждать вот этого рандомного моноберна, насколько там, на 80, который был прописан. И который оставил 14 хитов у Архмага. Потому что, ну, это вопрос двух тиков яда. Ты не можешь гарантировать, что вовремя прожмешь. И, во-первых, ты непонятно зачем ждать до конца. Бывает такое, что сформирована привычка, это правильная привычка, в бою телепорт задерживать. Почему? Потому что там чаще всего герои фокусят в ущерб остальной армии. То есть попытка фокустить, когда все плохо, например. Вот. И герой, как правило, танкует эффективнее, чем большинство других юнитов. То есть если противник ныряет и начинает атаковать вашего героя, и вы выигрываете время, там, бегаете, там, бутылки прожимаете, это хороший плюс для вас. Потому что ваша армия, ну, если у вас сопоставимая с противником армия, в это время не тратят время на добегание до героя, не штрафуются из-за армора его или из-за каких-то дополнительных обилок, не штрафуются из-за типа защиты геройского, наносят нормальный дамаг, чаще всего. Вот. И в таком случае, конечно, формируется привычка, она у многих профессиональных игроков сформировалась, прожимать телепорт в самый последний момент. Для того, чтобы как раз эффективнее использовать то время, которое, ну, вот, до момента, когда ты вынужден телепортироваться уже. То есть ты бы остался, но... Сражение намечается. Ancient Wind рушится. 64 лимита у эльфа против, наверное, 70, судя по... Ну, так... Даже, наверное, чуть побольше у эльфа. До заказа еще двух медведей 68. Флеймстрайк хороший на виспов. Ой, там все горит, горит! Сейчас кто-то... Сейчас кто-то ливни. Да, минус дерево. Уже можно не сражаться до конца, на самом деле, Хуману. 72 лимита было у Хумана до потери Рифла и Брейкера. Вот тут вышки, и медведи уже... Тут ферриков не хватает, и виспов не хватает. Дима влетает в бой. Ну и Дима менее эффективен. И вышки пошли работать. Сразу перенацеливает, смотрите, магическую вышку на козла. Начинается выжигание маны. О-о-о-о, 60 лимита у эльфа. Свиток, лечение очень хорошее у сока. Ну, сока здесь додавит. Слева вызываются энты. Кстати, диспала под них нет. А нет, есть просто приз слоупок. Там Бладмейдж еле живой. Но вот вышки работают и добавляют постоянно урон. И чем дольше здесь находится сок, тем лучше, потому что... Ну нет, ну зачем? А, ну потому что типа экспанды нет. Ну жалко просто вышки. Там два Рифла умирало во время телепорта. Видимо, он оценил, что стоимость вышек не сопоставима с следующими потерями. Да, Бладмейджа не было рядышком уже в минус. Ну и в конце концов, это сражение не являлось уже обязательным после того, как вы убили вражеский эксп. Все. И смысла уже как бы особо... особо не было париться. 53 лимита. Ла-ла это. И кипер к шестому идет. Прожать бери Плэшмон Поушен было этому товарищу. Бладмейджа я имею в виду. Инвокеру, инвокеру. Дорядки дисплей. Кипер добил, молодец. Но проблема в том, что здесь хумана просто больше. У тебя есть, конечно, Димкас, у которого косарь ХП. Такой страшный человек. Но если бы мы сравнивали его с четвертым тинкером и четвертой пандой, здесь бы он выглядел увереннее. Ну, лучше, конечно, тинкер, учитывая, что там Бладмейдж. Банниш сбивает у кипера. Да. Если после Банниш летит молоток или любое другое заклинание со станом, то сбивает. А так нет. Банниш просто отправляет и Транквилу, и Старфол. Там нет никакого стана. Там просто ездит и ходит в астрал. Это циклон выпал, да, ему? Угу, два заряда. О, Випс, привет. Ну, сколько нужно собираться сейчас уже? С атакой. Он коня подставляет. Медведи погорели на этом. Может, он специально байтит на коне? Очень рекомендуется зайти Архмагу в Магаз, купить себе инвул, или хотя бы купить серклетку и медальку. Он поддержал ваш канал. У нас там лезь с голосовым сообщением. Давай. В общем, Майкер, мне надо отойти. Давай, подойди их там все. Хорошо, хорошо, спасибо тебе. Спасибо, Ноизман. Кипр еле-еле уходит. Я тоже пойду через часик уже. Ну, Ван Гуи у Лавлиета не больше двух минут в игре. Фиксируем. Очень грамотный тайминг. Пришел на экспант тогда, когда шахта — это просто идеальный тайминг. То есть минус пять виспов, минус дерево, которое ни единицы золота не добыло, но вот-вот планировало добыть. Просто идеальный тайминг. Идеальный. То есть лучше не придумаешь просто. К этому надо стремиться. Убил вражеский эксп. Сделал разведку, когда он перестраивает его, вынужденный, естественно. И приходишь прям аккурат. То есть используешь максимально то время, которое тебе выдает игра, для того, чтобы подготовиться лучше к атаке. Отстроить лимит, закупиться, прокрепиться. И приходишь в тот момент, когда он потратился, а ты... Вообще без шансов. Позиция шикарная. Посмотрите, как медведи сгорают на работе. Мортиры могут тоже побахать по медведям. Циклон на кипера непонятно. Зачем, если честно? Лучше бы поставил на шестой уровень. Ну, мало ли что. Димка к пятому идет. Ну, чуть-чуть престов подконтролить. Ну, чуть-чуть брейкеров подконтролить. Светок лечения. Медведи слоу. Все красное. Эльф отступает. Ну, как бы все. Маны нет. Ну, что за флеймстракт-то кривой? Ну, хотя он задевает два медведя. Но можно было больше. Чуть-чуть наперед его закинуть. Вау. Минус три медведя. Выходит время у Ла-Ла. Этой экономики нет. В это же время сок укрепляет свое преимущество путем строительства. Нычки наверху. 30 лимита на 80, скорее всего. Гага.